Здравствуйте, дорогие зрители! Вести утро Карачаева-Черкесия с вами. И сейчас мы узнаем, будет ли ветер перемен. По республике облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,2, в горах местами минус 3, минус 5 градусов. Днем плюс 9, плюс 11, в горах местами плюс 4, плюс 8 градусов. По городу Черкесску облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 2, днем плюс 9, плюс 11 градусов. Сегодня в избиркоме Карачаева-Черкесии озвучат результаты выборов президента Российской Федерации. Мы узнаем, кто будет возглавлять государство в ближайшие 6 лет. Напомню, в республике работали 252 участка. Как говорят в Ресоизбиркоме, в дни голосования в регионе не зафиксированы серьезные нарушения. Очередной груз гуманитарной помощи нашим военнослужащим ИСВО направлен волонтерами Народного фронта республики. Отправка состоялась из Черкеска с территории частной спортивной школы. Руководитель регионального исполкома ОНФ Корчаева-Черкесии Людмила Капышева пояснила, что кроме двух тонн воды собранная помощь включает в себя медикаменты, в частности, резиновые жгуты для перевязки. Она выразила благодарность всем, кто участвовал в сборе и отправке гуманитарного груза. Все будет доставлено и передано нашим защитникам, мобилизованных для выполнения задач специальной военной операции. Тут медикаменты, но мы сегодня отдаем именно отсюда, с этого склада жгуты. Огромное спасибо спортивной школе и Азамату Кубанову, которые организовали эту работу, вышли на нас, попросили посодействовать. Сегодня Народный фронт является связующим звеном между ребятами и нашими волонтерами. В селе Предгорном Урубского района завершается капремонт берегоукрепительных сооружений на реке Большая Лоба. Почти километровая дамба поможет защитить от затопления 31 жилой дома и приусадебные участки, а это больше 100 человек. Горы и кони в курортном поселке Дамбай прошел этнофестиваль под таким названием. В рамках мероприятия прошла и презентация книги «Шагающая над облаками» на карачаевской лошади сквозь века и была представлена фотовыставка известного фотографа Ольги Бабенко «Крылья джигита». Здесь каждый мог окунуться в богатое культурное наследие народа. Для гостей этнофестиваля были организованы различные мастер-классы по войлоку, керамике и шорному ремеслу. О горском этикете, обращении с конем и традиционных правилах седлания рассказал знаток и хранитель карачаевских традиций Дамай Хаджи Салпагаров. На втором и третьем этажах разместились выставки фотохудожника Ольги Бабенко «Крылья джигита» и членов кафедры декоративно-прикладного искусства КЧГУ. Сегодняшнее мероприятие очень важное и значимое мероприятие для культуры народов Карачаева-Черкесии, карачаево-балкарского народа, потому что связано с презентацией и выставкой, хоть как-то имеющей отношение к карачаевской породе лошадей. Здесь несколько направлений. Это попытка системного подхода в презентации карачаевской породы лошадей. Хотя мы и назвали «горы и кони», но здесь, по сути, про культуру людей, которые живут в горах, которые нашу лошадь сделали известной на весь мир. В рамках нашего сегодняшнего фестиваля презентация книги Шарафатина Сагитовича «Шагающая над облаками» Ольги Бабенко, замечательного фотохудожника, выставка ее работ. Сегодня день воссоединения Крыма с Россией. Во всех городах и районах республики пройдут праздничные концерты и акции, массовые гуляния и ярмарки. Подробнее о том, как Карачаево-Черекесия отпраздновала эту дату, мы расскажем в наших следующих информационных выпусках в 14.30 и в 21.05. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести на ногайском языке». Затем также программы ногайской редакции. Удачного дня и до встречи!